здравствуйте дорогие друзья продолжаем собственно вот смотрим по конверсии запустили опросник просим голосовать только новичкам только новичкам кто переходил с вебинара вводного на расширенный технико-экономический то есть старички пожалуйста не голосуйте если проголосовали и есть возможность отменить и голос потому что это очень важно нам для статистики вообще вот в крайнее время мы подсчитали примерно 90 100 процентов это процент переходе перехода людей с технико-экономического вебинара для новичков на расширенный технико-экономический вебинар и как раз таки на расширенном технико-экономическом вебинаре мы уже более так подробно освещаем программу skyway те проекты которые мы развиваем рассказываем о тенденциях мировых на которые может повлиять skyway и соответственно это уже такой не краткий экскурс именно вебинары которые постоянно мы стараемся делать разными то есть что касается вебинар для новичков здесь мы стараемся наоборот говорить хотя и разными словами но одинаковые вещи и в 2016 году мы с сергей анатольевичем планируем записать вебинар именно такой вот вебинар презентацию идеальный вебинар так скажем который мы будем переводить на различные языки совершенно и соответственно вот собственно интернет нам позволил включиться сергей анатольевич вот сергей анатольевич конверсия действительно радует это отлично отлично вот победил друзья я просто извиняюсь я не такой пользователь интернета у меня почему-то на одном компьютере у меня сейчас стоит два компьютера один компьютер не пускает камеру и никак уже мы с николаем путь сам пытались как бы это со второго компьютера через раз вот поэтому друзья тут извиняюсь что такие вещи происходят но не будем как мы уже традиционно вы наверно знаете у нас есть несколько вот как мы уже встречаются некоторые смеются уже моя бабушка становится такой легендарной личностью когда я говорю как горела моя бабушка дай бог нам жить до этих проблем вот так сейчас уже и вопрос что простим нашему младшему брату на той младше что еще не дорос и много не успевает но есть такие проблемы мы сегодня строим сеть следующего поколения транснет и здесь я как раз друзья давайте сразу с места в карьер о таких серьезных новостях серьезных изменениях которые прошли на прошлой неделе после нашего вебинара то есть как мы проводили с вами в среду а во вторник была встреча юницкого замминистра транспорта российской федерации были очень серьезные разговоры я просто не стал об этом говорить на вебинаре потому что когда они сами опубликуют об этом посчитают нужным сказать тогда будем говорить поэтому я могу сказать что абсолютно качественная новая встреча вот я после их встречи встретил их там прям после министерства и мы больше четырех часов еще просидели обсуждали текущие вопросы накопившиеся проблемы которые сейчас вот именно встают перед проектом как дальше двигаться и юницкий тоже был очень уставший но что можно было констатировать однозначно что восприятие чиновников восприятия а тем более цеденов это замминистра очень интереснейший такой парень просто интереснейший сам по себе человек он настолько загорелся и проектом а я могу сказать что он более полутора лет назад был у нас офисе когда мы еще сидели на марксистской он приходил тогда интересовался он что-то не был заместителем министра вот ну то есть я говорю о том что он сам по себе очень пытливый когда стал вопрос он действительно увидел в том что проделана огромная работа и они искренне искренне друзья удивлялись они горели и вы это делаете без поддержки государства без поддержки крупного бизнеса без того что за этим не стоит ни один олигарх мы говорим да и вот это друзья это действительно сейчас вызывает шок это действительно но объем работ когда они видят научно-исследовательскую работу объем работы который делал это на сотни тысяч человек и часов когда они видят испытания когда не каждому жили не и что то есть научно-исследовательскую институту железнодорожного транспорта под по зубам такие испытания когда проводится настолько сложнейшее техническая документация которая сегодня реализуется в железе я говорю это это произвело ситуацию близкую к шоку вот и это как раз друзья результат и следующий момент очень на следующий день он с медведевым как вы знаете с любимым моим премьер-министром полетел в самару и у нас есть определенные свидетели которые были при этой встрече он пока не ехали два часа жужжал на уши у медведеву о проекте skyway и я могу сказать что теперь уже интригуя вас друзья больше я ничего сказать не могу но результаты и выводы которые сегодня идут они более чем оптимистичны и буквально в ближайшее время мы с вами увидим еще ряд так так убрать чуть-чуть это самое убрать звук чуть-чуть или нормальный звук друзья как громко очень сейчас уберем чуть-чуть звук так лучше вот поэтому друзья я могу сказать что сейчас пошел ряд таких серьезных изменений и я думаю что буквально вот в две недели еще произойдет ряд таких событий которые мы будем видеть и дальше сейчас я могу сказать что мы готовим выступление ряд на экономических форумах и у нас тут в планах сейчас стоит участие в красноярском экономическом форуме который произойдет 18 19 20 февраля в красноярске под эгидой его будут ну курировать и проводить два лидера это виктор александрович толоконский и аркадий дворкович вице-премьер курирующей инновации соответственно у нас на этом форуме будет большой стенд будем выступать будем проводить круглый стол с участием более чем десяти губернаторов сибирского региона и как кульминация этого форума тут я друзья не могу вам сказать получится или нет но это идет будет подписание соглашение между компанией зао струнной технологии и губернатором красноярского края о запуске трех адресных проектов в красноярском крае я друзья вы знаете как отношусь к анонсам то есть обычно лучше говорить после того как реализовано но мы друзья в той стадии в той ситуации когда мы вынуждены декларировать то что готовится и это есть определенная опасность что если этого не произойдет мы будем вынуждены оправдываться и говорить почему это не произошло но друзья сегодня правила игры у нас такие что мы даже о тех готовящихся вещах и сейчас вот активно идут почти каждый день переговоры с вице-губернатором по трассу от красноярского края с вице-губернатором по инновациям по строительствам о подготовке уже этой работы если мы до это дойдем друзья это осталось меньше месяца это будет наша большая удача и я могу сказать что такая работа сейчас делается следующее у нас прям буквально через неделю планируется подписание тоже мы будет подписывать антон льдаш юницкий с мэром самары о запуске первого адресного проекта уже в самаре по набережной и через волгу с переходом в почти 800 метров и следующие буквально еще через три недели готовится уже ялтинск крыму это вопросы задавали сам готовится форум крымский где также у нас большая секция мы будем выступать на пленарных заседаниях и я и алексей суходоев и планируется также подписание соглашения между главой крыма аксеновым и антон дурачем юницким о применении струнных технологий ялтинский форум будет более интересный потому что на нем будут присутствовать и владимир владимирович путин и дмитрий анатольевич медведев поэтому я могу сказать что друзья этим констатировать можно однозначно что начались очень серьезные шаги и нас стали приглашать для того чтобы мы пока доносили позицию что друзья из этого выйдет я не могу вам сейчас говорить что мы сто процентов подпишем соглашение мы сто процентов будем делать но то что я сейчас вижу и делается друзья это результат нашей с вами работы они наконец увидели что это не пустые слова что это не просто болтовня в интернете что это не просто изображение какого-то проекта а это серьезнейшая наука это серьезнейшая технологическая платформа для развития всей экономической ситуации что это огромнейшая работа которая направлена на то чтобы качественно изменить экономическую и социальную жизнь на стране вообще в евразийском пространстве это друзья подходит понимание и здесь я могу сказать нам с вами нельзя расслабляться не на секунду мы из последних сил сегодня делаем и тянемся для того чтобы вести по графику работу в экотехнопарке мы сегодня запускаем адресные проекты для того чтобы подключился крупный бизнес я могу сказать что мы готовим еще ряд соглашений уже о выкупе крупных пакетах в адресных проектов крупными инвестиционными фондами речь идет уже о десятках миллионов долларов это друзья еще не закрытие в корневую технологию это не прекращение крауд инвестинга это просто говорит о том что крупный бизнес тоже уже интересуется и присматривается к адресным проектам это друзья мы делаем мы ведем но качественную работу качественное преодоление будет конечно после демонстрации юни байков который будет уже весной этого года но и конечно же друзья это октябрь месяц когда будет продемонстрированы основные компоненты технологии грузовых перевозок сыпучих грузов и соответственно городских пассажирских и первые прототипы скоростного движения и это друзья лежит все на наших плечах здесь небо не обольщаться не думать что кто-то придет и сделает за нас нельзя это друзья делал сделаем только мы с вами по 10-20 долларов инвестиций которые сегодня приходят по тем небольшим крохом который каждый может на скрести и каждый месяц инвестировать по тем раз сегодня как рассрочкам или длинным пакетом которые идут и друзья это сегодня я говорю только для того чтобы вы понимали результаты уже есть и юницкий вот после выда из минтранс он сказал что бы мы стоили если бы мы не начали разговор с того что показали ролик от того что сделано за год на полигоне марьиной горки и это друзья я могу сказать эти чиновники открыли рот потому что они сразу видят сколько это стоит и они сразу умножили в голове сколько бы на это попросила ржд или другая корпорация рост на на или там сколького я не оговорился именно сколького и сколько сегодня это бы стоило в других таких корпорациях это бы стоило миллиарды рублей но если это еще умножить на коэффициент и то есть сколько бы они распилили по карманам то я могу сказать что если бы это делал сегодня бюджет если бы это делали сегодня госкорпорации или чиновники то каждая струна каждая опора каждая арматура там бы была золотой это я могу сказать точно а то что мы сегодня с вами делаем реализуем и выходим на реальные результаты благодаря крауд инвестингу и тут даже не то что поверите а это друзья примите абсолютно с четким доказательным утверждением что это за минимальную цену и как всегда говорил анатолий дурач юницкий это я могу вам подтвердить уже опираясь на мнение очень серьезных больших экспертов и чиновников что за такие деньги это бы никто никогда не сделал и когда нам пытаются гореть ребята где целевой не целевой использование а где контроль где отчетность где-то игры друзья наша отчетность это строительство и это конструкторское бюро 160 человек которое работает каждый день без выходных без праздников и выдает соответственно чертежи и выдает сегодня уже друзья адресные проекты которые до конца года я могу сказать что мы с алексеем наметили план 100 компаний по адресных проектов которые будут развиваться самостоятельной жизнью которые будут привлекать сами инвесторов и которые будут заказывать и платить в конструкторское бюро за бизнес планы проекты и чертежи а потом строительство это друзья должно начаться и реализовано в этом году и если кто-то когда мы будем подводить итоги 16 года если у нас будет 100 компаний а 80 я это еще друзья как-нибудь поэтому скажу ну значит планку в 100 мы не преодолели десятки и десятки адресных проектов которые будут начать реализовываться в этом году которые будут обеспечивать уже финансирование реальных заказов это друзья будет очень серьезное подспорье к общей работе skyway который мы сегодня делаем плюс этому демонстрация экотехнопарка мариной горки плюс к этому реальные заказы которые сегодня оформляются и делаются и как мы говорили тоже уже анонсировали не раз что виктор бобурин скорее всего либо с анатолида очень виницким либо один полетит в австралию заключение уже конкретных договоров с родным хуком и уже запуска там конкретных проектов это все говорит о том что друзья все набирает обороты очень серьезным образом и очень серьезным подходом поэтому мы с вами кто на чьих плечах это сегодня все лежит а это друзья только наша с вами работа у нас нельзя еще сказать что есть какие-то еще инвесторы крупные которые еще что-то вносят или заказчики не друзьям это все готовим эта работа идет но все лежит на наших плечах и у нас единственная с вами сегодня задача и работа это привлекать объяснять доводить информацию и делать последователями все больше и больше количества людей и как раз те конференции которые мы будем проводить в красноярске то есть когда проведем экономический форум подпишем соглашение дай бог конечно я очень на это надеюсь и думаю что с тем развитием как это идет могут конечно вмешаться силы которые этому помешают но на сегодняшний момент как я говорил я уже не один десяток лет знаю губернатора красноярского края виктора лаконского знаю всех его вице губернаторов которые с тем настроем и с тем предложением которые мы сегодня готовим я думаю мы дойдем до той или иной степени проработки которые есть в самаре мэр заинтересованность как сегодня идет и так команда которая сегодня сформировалась в самаре и которая двигает этот проект и соответственно формирует и общественное мнение и уже собирает сторонников я думаю что нам это позволит также в самаре провести крупную конференцию я поставил ребятам задачу не менее тысячи человек чтобы мы собрали а дальше с трибуны буду выступать ну тут уже неправильно сказать будет выступать анатолий дарш юницкий после подписания соглашения с мэром будет выступать виктор бобурин алексей суходоев я и мы естественно будем показывать что это даст городу самаре что это даст вообще всем всему центральному району какие дальше у нас есть перспективы и соответственно все это будет увязано с программой и президента путина гектаре земли когда мы будем задавать вопросы вы сами подумайте друзья вот когда вы знаете о проекте элона маска и предсказаниях очень серьезного футуролога технического деревня директора гугла курсула который сказал что к девятнадцатому году приходит конец проводной энергетики вся энергетика будет автономной и использоваться энергия там где вырабатывается это курсуэлл который развивает гугл соответственно элон маск который сегодня уже запускает производство на 100 миллионов комплектов индивидуальной энергетики который поставил целью через 15 лет все домохозяйство перевести на индивидуальную энергетику и восстанавливаемые источники энергии когда инженер юницкий уже в этом году демонстрирует технологию очень дешевого быстрого перемещения из любой пространства евразийской точки в любую точку евразийского просто с первым классом самолета бесплатно соответственно а президент путин продвигает я считаю уникальнейшую программу инвестиционную как вовлечь в оборот землю и здесь я могу сказать когда вы знаете о том что есть дешевый экономический транспорт который придет в любой уголок дальнего востока и сибири и всего евразийского пространства когда вы знаете что в ближайшие два-три года выйдут технологии которые сделают любое домохозяйство на вашем гектаре земли независимым от источников энергии когда вы знаете что есть программа которая каждому желающему дает эту землю бесплатно у меня возникает вопрос ребят назовите мне хоть один аргумент по которому вы должны от этого отказаться и я всегда этим задаю вопрос и говорю что вот вы знаете о том что энергетика и тут я могу сказать что дядя лёш извините алексей леонидович кудрин который сказал что программа путина о земле это афера потому что там нет инфраструктуры я ему могу сказать дядя лёша посмотри вебинары скайвэя посмотри выступление презентации уже все придумано а ты все говоришь девятнадцатым веком железную дорогу там нет инфраструктуры провода протянем нет друзья они живут даже не прошлом веке а в позапрошлом и к сожалению пытаются нами сегодня руководить и высказывать еще какие-то нам пожелания на будущее нам друзья не нужны никакие пожелания мы это делаем мы сегодня каждый день строим мы с вами проводим вебинары и вы видите сегодня пришли новички услышали у них сегодня возникла уникальнейшая возможность сформировать свой семейный инвестиционный пакет когда можно сегодня инвестировал небольшие средства посмотрите программы которые то есть вы можете каждый месяц инвестировать 50 долларов это сегодня хоть и растущий курс и сегодня существенные деньги но тем не менее вы можете в конце иметь пакеты по 65 там и более тысяч долларов это друзья это такого роста не может быть нигде и мы не обещаем бешеных процентов за счет того что мы крутим ваши деньги мы строим какую-то пирамиду не друзья мы говорим технологический процесс технология шестой уклад обеспечит капитализацию венчурного проекта который гарантирован интеллектуальной собственностью такой рост больше друзья никакого роста быть не может рост и пола рост фэйсбука рост компаний которые создают операционные системы microsoft это все только капитализация интеллектуальной собственности двадцать первый век это век интеллектуальной собственности кто владеет кто знает и кто и самое главное ее создает кто-то делает век нефти прошел есть вот алексей сбрось пожалуйста в ссылку в конце вебинара на выступление удрина и выступление греха на гайдаровском форуме в прошлый раз его по моему скидывали или я не угорел когда грех произнес очень уникальную такую вещь он сказал что ребята нефтяной век прошел и он прошел не потому что как в свое время прошел каменный век каменный век закончился не потому что закончились камни а потому что цивилизация перешла на новый этап обработки и создания орудий труда из меди это более технологичное развитие это более совершенная цивилизация потом пришел железный век когда стали обрабатывать железо а потом еще очень много чего пришло это развитие цивилизации поэтому каменный век закончился точно также сегодня прошел век нефтяных стран кончилась эра нефти в том плане что ее надо миллиардами тонн для перемещения и мы сегодня с вами знаем друзья что мы перемещаться будем за счет восстанавливаемых источников энергии и как раз система транснет струнный транспорт инженера юницкого он позволяет это сделать никакой другой транспорт нет друзья но как с вами и это я уже заимствую из презентации элэна маска когда он презентует свою технологию power rule и говорит что вся энергетика будет беспроводной он говорит очень интересную фразу что телефоны проводные телефоны которые работают на электромагнитном сигнале они проиграли мобильной связи не потому что этот сигнал передается плохо а потому что мобильная связь более удобно и более дешевая для потребителя поэтому проводные телефоны ушли в прошлое остались только мобильные телефоны точно также сегодня проводная энергетика проект проиграет не потому что кончатся провода или нельзя это будет строить а потому что 40 процентов потери энергии при передаче это будет невосполнимая и не оправданные затраты по сравнению с тем что вырабатывать аккумулировать и потреблять энергию на месте и здесь я могу сказать что вот у нас тут даже определенный такой технический спор и идет с анатолий дарчим юницким потому что в его направлении конструкторского бюро также формируется группа которая работает над накопителями которая работает над системой именно индивидуальной энергетики и он горит что мы сделаем систему лучше чем элон маск я в этом нисколько не сомневаюсь анатолий дарч я буду только рад я очень этому надеюсь но сегодня общепринятая скажем признанная такая парадигма как сегодня модно говорить тренд о том что элон макс макс сегодня занял определенную нишу в мировом информационном поле и первый продемонстрировал показал что энергетика будет индивидуальной и энергетика будет на восполняемых источниках естественно что мы сделаем лучше тем более что с элленом маска мы конкурируем еще в двух технологиях эллен маска киперлук начал запускать технологии вакуумной трубы и демонстрирует сегодня взялся за идею быстрого дешевого перемещения и это тупиковая мысль потому что технология струнных струнных технологий и струнных систем инженера юницкого на более перспективны просто маска еще об этом не знает и он проиграет эту гонку здесь у нас никаких нету даже сомнений также как проиграл транс рапид это магнитная левитация то есть транспортно-магнитном подвесе он также пытался выйти на скорости 500 600 километров в час но по затратам не смог конкурировать со струнным транспортом также сегодня эллен маска сегодня запускает систему x-space то есть выхода в космос и построение космическое мы на двигателях использующий закон сохранения импульса то есть реактивной техники он также проиграет эту гонку потому что то что сегодня делается спейсвей то есть следующая дорога которая уже проектируется в конструкторском бюро и то что будет основой следующий уже седьмого технологического уклада и следующей сети которая будет называться скайны то что у нас сегодня skyway технологии это будет скайны это следующая сеть которая позволит сделать землю абсолютно экологической стопроцентно и соответственно все вредные производства вывести вверх так вот друзья сегодня у нас формируется очень интересное серьезное направление который объединяет передовых людей с точки зрения бизнеса агрессивных людей светлых людей мыслящих людей которые объединяет основные научные школы одна из них это эллена маска одна из них это наша школа школа которая построена на технических и экономических разработках инженера юницкого я как раз являюсь с большим последователем и сторонником этой экономической школы и именно мы сегодня оформили шестой технологический уклад и показали какие будут основные технологии какие они дадут перспективы и выгоды и мы показали что мы уже сегодня строим логику экологических поселений экологических городов которые идут вдоль раз скоростного движения которые обеспечат сегодня экологическое проживание которые уберут 100 процентов углеводороды из перемещения и применения в индивидуальных домохозяйствах сегодня юницкий нам показывает технологии уже инженерной биоинженерной технологии которые позволят сто процентов сто процентов сделать экологическим питанием продуктом питания и уйти сегодня от этого большой беды цивилизации которая еду превратила в яд мы сегодня 90 процентов продуктов которые потребляем они ядовиты для организма потому что нефтехимии химии и агрохимии мы убили сегодня почву убили природу и только уже инженерной биоинженерной технологии можно это уйти тоже вы об этом слышали не раз мы сегодня активно сотрудничаем с центром по нанофотонике которая сегодня создает основу для компьютеров и памяти нового поколения которые будут на два порядка но как вы можете себе представить дело это было юнибус который будут двигаться на вело электротяге память которого будет тысяча терабайт это его внутренняя память бортового компьютера как вам друзья такие цифры 1000 терабайт это та память в которой будете пользоваться это ваши это ваш передвижной транс гаджет это ваш передвижной транспортный андроид многие термины которые я сейчас говорю друзья для вас они новые потому что их еще никто не слышал и соответственно целый ряд который идет это интернет это смартфон через которым будет управляться транспортный гаджет это система смарт-ап приложение которое будет объединять единое пространство и соответственно юнибайк велоэлектромобиль который будет находиться сети транснет это ваш еще один гаджет только не гаджет информационный не идти не смартфон а ваш транспортный гаджет соответственно с помощью которого будете перемещаться из вашего личного дома который находится на гектаре в любую точку планеты бесплатно со скоростью 600 километров в час это друзья то что дает технологии не сразу скептики говорят ребята это не может быть это фантазия это я сразу поворачиваю ребята сколько лет назад вы могли предположить что у меня в кармане будет лежать 24 ядерный процессор с 128 гигабайтами памяти и который за час вот этот аппарат передает информации больше чем вся московская городская телефонная сеть за год в 1990 году это друзья реальность которую сделали инженеры ту которую мы сегодня используем а мы с вами выходим на следующий вот как раз перед глазами вы видите друзья юни электро велоэлектро байк то есть это юни байк который это юни байк который является собой велоэлектромобилем то есть чтобы на них вы можете перемещаться из своего личного дома в любую точку мира со скоростью 600 километров в час при этом затраты на перемещение будут сегодня ну соизмерим использованием мобильной связи через за когда будет строиться сеть то эти перемещения друзья для вас будут бесплатно так же как бесплатно сегодня является skype то что какое время назад мы могли придумать подумать что из любой точке планеты в любую точку планеты мы будем общаться бесплатно но друзья это часть которую я хотел обобщить сделать показать я передаю слово алексею уже наверное новички были на первом вебинаре кто не новички вы наверно очень хорошо знаете это молодого талантливого парня вот с кем мы сейчас делаем очень серьезные большие дела и в ближайшее время вы увидите насколько они большие и насколько они серьезные а я в своей части потом все-таки не могу держать удержаться друзья от некой доли скепсисов вчера обнародовали правительство свою программу по работе с инновациями и по созданию госкорпорации по инновациям куда хотят объединить около 20 то есть подумайте они уже создали 20 компаний куда входят и сколького и нанотех и веб и так далее а теперь они хотят создать госкорпорацию над госкорпорациями которая будет заниматься инновациями но вот это друзья как раз я не могу обойти своим вниманием и я обязательно это вам прокомментирую потому что это надо четко представлять что в этом происходит вот я сейчас сброшу статью в коммерсанте вчерашнюю который описывает все эти события дам некий свои комментарии алексей тебе слово звук звука нет леша звука нет так и сейчас здравствуйте все звук появился да благодарю сергей анатольевич дамы и господа новички в первую очередь вот эти два вебинара они ориентированы на вас потому что сейчас ну собственно начнется несколько другой цикл с февраля и мы с сергей анатольевичем ориентированы на привлечение больших масс населения не побоюсь этого слова для оповещения тех программ тех стратегий тех научных точек зрения которые мы формируем на наших вебинарах и я думаю что в будущем это найдет свое воплощение уже в железе в ближайшем будущем вы увидите что поедут первые юни байки и собственно в этих всех суждениях мы достаточно схожи по футуристичности с Раймондом Курцвеллом то есть это сравнение пришло не просто так потому что на самом деле Раймонд Курцвелл расписал все вплоть до 2090 года то есть мы уделим я думаю отдельный вебинар расширенные технико-экономические аналогии что произойдет в Skyway то есть как будет до 2090 мы скорее всего вам не распишем так но я думаю на ближайшие 20 лет это абсолютно реально и то что говорил Раймонд Курцвелл что у нас прогресс технически неумолимо растет то есть он растет просто в геометрической прогрессии это экспонента роста то есть это закон который известен науке и все в будущем приведет именно к точке в которой будет технический прогресс сходится и собственно некуда будет дальше уже расти настолько уже все будет прогрессивно и взросленно так скажем что наступит точка сингулярности технического прогресса и друзья на самом деле вот на этом пути технического прогресса роль SkyWay роль технологии SkyWay она крайне велика то есть если тот же Раймонд Курцвелл еще в 2030 году к 2030 году предсказал что автомобили первого уровня будут управляться автоматизировано сейчас огромные деньги инвестирует компания Apple Google создание искусственного интеллекта создание искусственного управления автомобиля но никто не задумывается что на самом деле нужно просто уходить с первого уровня на второй и тогда это автоматически снизит ДТП это автоматически снизит загрязнение экологии это может сократить значительно воздействие парникового эффекта и это сможет увеличить жизнедеятельность будущую жизнь длительность продолжительность именно существования нашей планеты Земля то есть если не для нас то для будущих поколений и Анатолий Эдуардович об этом задумывается я бы сказал посерьезнее всех футурологов вместе взятых и друзья на самом деле то что вот недавно пришло к нам осознание Сергеем Анатольевичем при очередном общении то есть когда мы общаемся иногда возникают очень такие серьезные мысли мозговому штурму мы пришли к осознанию что транснет на самом деле это будет супер глобальный компьютер и тут мы с Раймондом Курцвеллом абсолютно созвучны и согласны но компьютер будет не один все вот эти вот юнибусы вся мощность юнибусов юнибайков юникаров юнилётов она будет объединена в сеть и вот эти вот трансгаджеты вот эти транспортные андроиды которые каждый казалось бы по своему маршруту будет перемещаться но все это формирует ведь говорят подсознание солярийс и так далее квантовая физика то что все мы связаны квантами но друзья на самом деле вот эти все вещи они получают воплощение в железе уже и сеть интернет это не воплощение в железе то есть это проводное воплощение абсолютно правильно в чате написали по поводу вайфая то есть вообще вот сейчас широкое распространение получают у смартфонов зарядка беспроводная но беспроводная зарядка собственно есть на то исследование она ориентирована именно на снижение популяции вообще то есть если допустим ни для кого не секрет вы будете ложиться спать и у вас будет под головой телефон ни к чему хорошему это 10-20 лет не приведет и действие вайфая оно действительно пагубное одно дело если собственно покрывает вайфаем спутники что планирует элон маск что планирует различные китайские компании и если у вас находится над вашей головой допустим на ближайшем столбе это совершенно разные вещи и на самом деле это такие же разные вещи как перемещаться на автомобиле и перемещаться на юнибусе друзья на самом деле жду с нетерпением того момента когда я во первых увижу это воочию действительно что поедет в начале поедет первый юнибайк далее несмотря на то что собственно вот все увидели юнибайк это будет сенсация я думаю очень быстро осень примерно это поедут уже легкий прогулочный грузовой транспорт и никто даже не подразумевает что уже мы развиваем то есть готовится техническая документация высокоскоростной транспорт никто не подозреваем не подразумевает что мы строим не просто транспортное средство врываемся в транспортную инфраструктуру с гуманистичными абсолютно методами без конкуренции без конфронтации без борьбы но мы создаем сеть нового поколения следующий за интернет и более того интернет почему собственно вот младший брат на самом деле на вебинарах я частенько встречал в чатах что интернет это старший брат если по истории развития это старший брат но на самом деле интернет вай фай оптоволокно и так далее это все будет ходить сеть транснет соответственно сеть транснет это уже более серьезное старшее поколение именно поэтому он называется младший брат и то что предсказывал действительно Райан Мат Куртсвелл много из этого сбылось то есть никто не предполагал что в 90-е компьютеры появится что появится интернет что из сети всего лишь 2000 людей созданное подразделением военно-технологического назначения США ДАРПа появится целая глобальная сеть интернет и друзья на самом деле вот сейчас те маленькие проекты локальные региональные адресные проекты то есть спецификация у них будет РАП то есть РАПы те люди которые инициаторы они соответственно в эту специфику РАПы попадают то есть региональные адресные проекты но это то же самое как когда-то еще когда только начали строить дороги их нигде не было связывали деревни соответственно вот что Татан Анатолий Эдуардович на одной из поездок в Минск я узнал и отметил для себя что на самом деле при увеличении скорости перемещения при появлении сначала тропинок потом дорог города разрастались и на самом деле вот эта сеть Транснет начало локальные адресные проекты может быть ЛАПы их назовем посмотрим как это будет называться но это однозначно будут такие вот именно ограниченные маленькие адресные проекты которые будут формировать уже более серьезные не формировать а масштабироваться и вот вдумайтесь в это как когда-то строились дороги и их нигде не было вот сеть Transnet будет распространяться. И насколько быстро начали распространяться дороги, насколько быстро начал распространяться интернет, насколько быстро нанофотоника пошла по планете шагать в виде оптоволоконных сетей. И сейчас десятки миллионов километров под нами с вами находятся, под нашими ногами, под нашими домами и так далее. Это оптоволоконная сеть. И никто не подразумевал, насколько быстро эти сети охватят планету. Собственно, также быстро сеть Transnet будет охватывать планету. И на самом деле те экономические показатели, те показатели мировых индексов, то есть я могу перечислить, и я за этими вещами не особо наблюдал, так скажем, пока не погрузился проект SkyWay. То есть индекс Dow Jones упал до минимума в январе. Китайский фондовый рынок также обваливался два раза. Многие показатели, они упали до минимума. Это показатели мировой экономики. Но самый такой вот животрепещущий показатель, не успел подготовить слайд, на следующую презентацию обязательно подготовлю, чтобы визуально было понятно. Это падение показателя мировой торговли. То есть один из партнеров с Красноярска Арсен сбросил. Я считаю, что необходимо остановиться на этой теме, на технико-экономическом расширенном вебинаре, потому что мировая торговля, морская, считалась тем способом, тем средством, которое заменяет железнодорожные перевозки в лучшем смысле этого слова. То есть там, где железные дороги не могут пройти, либо, соответственно, будет очень много времени занимать, через морские пути можно было срезать. И индекс Beltic Dry сейчас находится на рекордно низких вообще отметках за долгие десятилетия. То есть в 2009 году он, казалось бы, начал расти и поставил достаточно печальный отметку, достиг в несколько тысяч. Сейчас он приближается к трём сотням. И это означает то, что мировая экономика затормаживается, мировые показатели падают. Но они падают не из-за того, что, естественно, из-за того, что у нас перепроизводство, у нас очень много товаров производится не с добавленной стоимостью, это услуги и так далее. И очень мало реальных товаров производится. Но то, что мировая экономика просто жаждет и как воздух, на самом деле, нужен транспортного поколения, и не просто транспортного поколения, а сеть, транспортная сеть нового поколения, это как артерии человека, это как кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды – это, соответственно, локальные адресные проекты. Вот эта циркуляция крови мировой экономики, она будет значительно ускорена именно транспортной индустрией. И все вот эти вот изобретения искусственной интеллекта и так далее, это может всё приостановиться. Просто возникнет достаточно серьёзный экономический коллапс. И мы, как именно приверженцы школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, чётко осознаём, считаем и доносим, что единственным выходом из сложившейся тяжёлой ситуации экономической, как в России, так и надвигающейся кризисов в других странах, потому что кризисы они проходят незаметно, даже кризис Песа в Мексике, казалось бы, из этого кризиса Мексику вытягивал весь мир. Кому интересно, посчитайте книжку «Скрытая власть», замечательная книжка про именно макроэкономику, про кризисы, которые прошли. И на самом деле, напишем, я думаю, Сергею Анатольевичу в будущем, ближайшем аналитическую записку именно по значению транспортной сети, то есть транспортной инфраструктуры, именно в понимании сети, то, что это сошьёт как континенты, так и мировую экономику, и это сотрёт напрочь границы, которые сегодня имеют место быть. И на самом деле сейчас происходит в каком-то смысле война, война в том числе с Россией, потому что нас давят... Ну, естественно, мы сами себя загнали в эту тупиковую ситуацию, что курс доллара напрямую зависит от положения нефти, то есть либо она падает, либо растёт. Но сейчас, понимая, что мы находимся на коленях, не нужно даже производить военные боевые действия и так далее, уже войны немножко другого плана происходят. Сейчас единственный выход у России – это новое совершенно веяние, направление экономики. Это модернизация, это инновации, и это создание реальной добавленной стоимости в виде реальных новых адресных проектов, которые как раз-таки сгенерируют Skyway и технология именно струнной Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сейчас многие чиновники, в том числе высших эшелонов, это начинают осознавать, и демонстрация сертификации как раз-таки будет отправляющей точкой именно развития не просто в широких массах, в широких массах это каждый из нас с вами должен считать своей обязанностью доносить до людей. И многие скептики, которые наблюдают за мной, когда я им говорю те новости, которые происходят, то есть то, что Австралия и так далее. Да, действительно, Австралия готова зафинансировать свои проекты собственными силами. Потому что сейчас готовится документ, который ранее был на две страницы, сейчас он расширен до нескольких десятков страниц. Это железобетонные аргументы, исследования, которые получили австралийские ученые, изъездив вдоль и поперек саму технологию Skyway, схему развития компании международной корпорации Skyway и признав, соответственно, Skyway действительно самым перспективным инновационным транспортом в мире. И, друзья, я думаю, что уже в ближайшее время, то есть некоторые факты затормаживали, отсрачивали этот процесс, но мы начнем плотную работу по адресным проектам, по именно локальным, региональным адресным проектам. Как раз таки появится критерий, опросник, Google Forma. Те люди, которые действительно сегодня, может быть, новичок пришел, и он понимает, что в его городе есть конкретный адресный проект уже, и не просто есть, есть возможность инвестирования, есть возможность развития этого адресного проекта в качестве топ-менеджера. То, пожалуйста, мы дадим нашу почту, наши скайпы, пишите, звоните, будем общаться. Но по поводу именно реальных адресных проектов с реальной перспективой финансирования. Естественно, нужно формировать адресные проекты только с достаточно серьезными финансовыми показателями окупаемости. То есть, если будет окупаемость низкая, если будет доходность 2-3% в год, то, в принципе, это интересует в плане построения сети Transnet. То есть, некоторые такие промежуточные точки в сети Transnet будут с низкой доходностью. Но в целом, если говорить про общий тренд, мы будем выходить на сверхпоказатели, так как, собственно, помимо локальных адресных проектов, существуют макси-адресные проекты, глобальные, гига-адресные проекты. То есть, есть гига-адресные проекты. Это Санкт-Петербург, Владивосток, которые инициировали Skyway Invest Group, ПО Евразия. Это, соответственно, продажа пищевого льда, это освоение тамторского месторождения. Друзья, эти проекты абсолютно реальны. Просто мы будем двигаться поступательно, параллельно даже, и, собственно, реализовывать те проекты, которые действительно уже можно зафинансировать. Если нет финансирования, если нет никаких возможностей лоббирования, то, к сожалению, это воздушные замки, адресный проект невозможен. Сейчас мы отрабатываем с Сергеем Анатольевичем общение таким образом, что на первых стадиях переговоров мы уже выявляем, человек заинтересован или нет. Не просто заинтересован или нет, способен он или нет, соответственно, реализовать адресный проект. И, друзья, хотим сказать, что нам понадобятся помощники. Будут формироваться также определенные дополнительные консультационные услуги по адресным проектам. И давайте все вместе действительно построим реальную сеть адресных проектов. Это вот оговорка, которую я произнес по Фрейду на одном из начальных вебинаров. Начальные вебинары для себя я называю это первые 10-50 вебинаров, которые проводились. Ну и, собственно, такая оговорка, она сейчас уже выходит в реальную направляющую будущую холдинговой структуры международной карты Skyway. Это направление юнибайков. И, соответственно, сейчас мы ориентированы на это. Далее уже, собственно, по масштабированию уже подскажут чиновниками. И как раз таки такими гигантскими проектами сможет заниматься Skyway Invest Group, PO Евразия, Transnet Group. И, соответственно, естественно, параллельно инициировать адресный проект, если кто-то желает создать свою компанию юридически и так далее. Может абсолютно каждый. Главное, чтобы за реальными словами шли реальные действия. Как говорит Григорий Михайлович Мирошеченко, нам, Сергей Анатольевич, очень слова эти нравятся. Превращайте свои слова в действие, в практику. Тогда все будет и, собственно, наш проект полетит. Полетит он точно, но давайте, чтобы он полетел со сверхскоростью. Тогда мы действительно построим Skyway, спасем Россию и спасем планету. Благодарю за внимание. С вами Алексей Скадоев. До вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, что-то у меня опять камера не включается. Алексей, тогда еще тебе две минуты, я опять тогда перезагружусь. Что-то он у меня стирает из памяти камеру. Секунду тогда, друзья. Да, друзья, еще немножко отвлеку вас от вашего драгоценного времени. Что я хотел бы донести именно по нашему развитию на этот год. То, что юнибайки поедут, это факт. То есть были вопросы по рассрочке. Друзья, на самом деле, хорошо в этом плане поработали. Это не значит, что нужно останавливаться как-то и так далее. Юнибайки действительно поедут. То есть уже действительно в марте будут произведены железные, в железе, так скажем, подвижные составы. В железе это в переносном, естественно, смысле. То есть это может быть и другие материалы, полимеры различные и так далее. Но то, что действительно легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт поедет, это факт. То есть я всегда с такой оговоркой говорю, что весна-осень. Опять же с расчетом на риск, на недостаточность финансирования. Но так как у нас сейчас идет возможность рассрочки, то я говорю, что сейчас в этом плане у нас риск максимально снижен. И всех новичков также я хотел бы смотивировать. Вот у нас такой возможности не было с Сергеем Анатольевичем, но мы бы закрепили с удовольствием 1 к 1000 дисконт. И инвестировали бы до сих пор все 2 года, кто по 100 долларов, кто по 200, кто по 1000, кто может быть по 10, по 100 тысяч даже инвестировал. Ну на тот момент по 100 тысяч вряд ли, но по 10 тысяч абсолютно. Друзья, не упускайте шанс воспользоваться рассрочкой. Потому что это то очень важное событие, которое позволило нам планировать как производство строительной работы, так и соответственно вам получать максимально выгодный дискаунт и обладать максимально выгодной венчурной премией за проект. Пользуйтесь, это действительно супер. Спасибо, Алексей. Там просили про Грефа выступление, про которое говорил. Я сейчас, Алексей, сбросил тебе на почту и выступление Грефа, и вчерашнюю статью в Коммерсанте по поводу госкорпорации по инновационному развитию. То есть, если обобщить все эти действия, которые сегодня лихорадочно производят в условиях падения нефтяных цен, а меня тут еще на почту сегодня прислали очень такую злую, я бы сказал, прогнозную по поводу цены на нефть, когда она доходит до тысячи, и соответственно высказывание наших лидеров, что происходит, но из политических соображений я это показывать не буду, просто наберите в интернете, это высказывание Путина, просто цены на нефть, и увидите. Поэтому своеобразная такая злая шутка, я бы сказал. А сейчас мы видим о том, что при падении бюджета, секвестировании и так далее, и самое главное, что, друзья, подходит время, когда надо будет спросить и отвечать за те миллиарды, десятки миллиардов долларов, которые они потратили в Скольково, в Нанотехе, в Вебе, еще в Венчурном фонде, их сегодня перечисляет Агентство стратегических инициатив, Агентство стратегического развития, Центр стратегических разработок при правительстве. В общем, друзья, этих структур сегодня столько, и все они все что-то разрабатывают, но самое главное, друзья, они очень активно все тратят деньги. Так вот, наверное, приходит время для того, чтобы спросить, «Ребят, покажите хоть что-нибудь». И это, друзья, у нас возникает все больше и больше желания, когда мы можем показать, делать, отчитаться, что, друзья, вот работа, вот она идет, и вот инвесторы, которые вкладывают деньги, вот результат. А что, друзья, у вас происходит? И мы, исходя из этого, мы не строим какие-то, когда я в Сколково увидел реально проект на десятки миллиардов долларов по строительству дирижабля. Друзья, я не поверил своим глазам, ну какой дирижабль? Дирижабль. Вся экономическая мысль отказалась от дирижабля, когда Юницкий с точки зрения расчетов показывает, сколько должна быть весить оболочка и сколько это должно быть работать, для того, чтобы хоть какой-то эффект от этого получить. А мы в начале 21 века опять строим очередной цепелин, понимаете, и сколько вы на это тратят деньги, под видом каких-то экспертов. И еще больше всего я удивился, когда Сколково начинает опять финансировать Транс-Рапид, то есть не Транс-Рапид, а Маглев, то есть это магнитная левитация, в России называлась технология, когда все, единственный разработчик, который потратил туда там 6 миллиардов евро, прекратил ее разработку. Нигде в мире, кроме Шанхая аэропорта, эта технология не применяется. И тут наше Сколково начинает опять финансировать. У меня просто интересно было посмотреть на тех транспортных экспертов, которые дают заключение о том, что фонд инноваций российский должен финансировать дирижабль и магнитную левитацию. И это дают одни и те же эксперты. Мне бы просто интересно было на этих экспертов посмотреть. Но это, друзья, как говорится, на их совести. Самое главное, что мы четко понимаем, что премьер Медведев, который там уже 10 лет говорит, 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 говорит о инновациях, инновациях, показать реально нечего. Мы говорим, говорим, говорим о том, что надо слезть с этой иглы. А вчера, вот эта неделя прошлая, друзья, после нашего крайнего вебинара в среду, была уникальнейшая ситуация. Нефть упала до 27, потом подскочила до 32-33. Сразу упал рубль, потом тут же подскочил, и все говорят, дно пройдено. Это, друзья, просто показывает, что наш несчастный рубль вообще не стоит. Вообще. То есть, как на него дует цена на нефть, так он соответственно. Так вот, цена на нефть по аналитикам, которая будет идти уже и 20, и уже пошли аналитика 10, а сейчас очень серьезные эксперты, которым я серьезно присматриваюсь, уже заговорили про цену на длительный период. То есть, это более полугода на цену меньше 10 долларов за баррель. И это, друзья, очень существенные, как бы, это сегодня приводит к тому, что мы реально должны сегодня сказать, что мы будем делать при таких ценах на нефть. И здесь, друзья, сколько я не пытаюсь что-либо вразумительного услышать, кроме того анекдота, который мне сегодня прислали на почту, я, друзья, больше ничего пока сказать не могу. Вот. И это вызывает очень серьезную озабоченность. Но, с другой стороны, я не зря сказал, что мы готовим теперь выступления на всех экономических форумах, которые будут. Нас неожиданно туда стали всех приглашать. Юницкий готовит доклады, готовит соглашения. Вот мы будем с Алексеем выступать экспертами, презентовать технологию, отвечать на вопросы. Это, друзья, естественный процесс, потому что только, наверное, такие сложные события. А мы вам, друзья, об этом говорили и год назад, и два года назад, что они подходят. И это сложное время вынуждено будет этих чиновников, которые раньше занимались только сколького, то есть делением инновационных денег. Сегодня пришли к выводу о том, что надо что-то делать. И как раз то, что сегодня максимум, на что они способны, эти инноваторы, это создать, вдумайтесь, еще одну госкорпорацию, которая объединит все госкорпорации по инновациям. Но это, друзья, просто как у Маяковского. Помните, надо провести совещание, как нам меньше проводить совещаний. Так вот, друзья, это как раз реалии нашего времени. И здесь я могу сказать, что результаты, которые мы добиваемся, мы сегодня с вами те, кто занимается делом. Никто не может сказать, что мы чешем языком. Да, мы проводим вебинары, на вебинарах я вынужден рассказывать, и это большая наша работа. Но мы в начале года с Алексеем обещали, что будет земля, будет проект, и мы с ним обязательно закладывать и мешать бетон, и заливать под первые опоры бетон. Мы это обещание с Алексеем выполнили, мешали, заливали, таскали, перемазались все в бетоне с ног до головы, в чем были очень рады. Теперь мы говорим, друзья, следующая наша очень серьезная заявка, это адресный проект в Сибири, вечная мерзлота, разработка Тамторского месторождения. И мы с Алексеем будем лично вколачивать сваи в вечной мерзлоте и показывать, что технология Skyway – это единственная возможная транспортная коммуникация, которая может эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, а это основные широты для России, где находится месторождение, сегодня необходимое для экономики. Это то, что сегодня даст следующее развитие всей цивилизационной спирали. И мы это будем делать, и в этом году мы еще будем участвовать в закладке тех проектов и трасс, которые будут строиться в вечной мерзлоте. А в промежутке, то есть это в Самаре, в Красноярске, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в этом году мы планируем запустить уже конкретные проекты, которые будут демонстрировать. Самая основная их цель, друзья, это всем скептикам, всем, кто сомневается в проекте, показать, что мы Skyway начали строить уже в этом году и у вас в городе. Поэтому вы можете сидеть, сомневаться дальше, вы можете сидеть и говорить, что это полная ерунда, вы можете сидеть и вообще ничего не делать, закрыть глаза и ждать, когда при цене в 10 долларов у вас вдруг что-то станет лучше в вашей экономике. А можете сегодня изучать, смотреть и инвестировать в проекты, которые в это непростое время, которые в этот экономический шторм будут основой экономического ковчега. И здесь, друзья, как раз Алексей уже заикнулся, мы говорим, что с 1 февраля у нас будет изменен формат всех вещаний и в СВИГе, и в корневой компании РСВ, мы будем уже с ним ввести вебинары, скорее всего, на площадке РСВ, то есть общего, это решается сейчас вопрос, как это дальше будет выглядеть и как это будет строиться работа. Мы дальше будем ввести обучающие курсы и искать людей, которые в себе имеют силы запустить, инициировать адресные проекты, это будет работать, соответственно, мы готовим весь пакет документов, мы будем с Алексеем консультировать и рассказывать, как это надо делать и участвовать в запуске этих проектов. И еще очень важный вопрос, друзья, это вот эта неделя показала, мы столкнулись с тем, что это уже для вас, кто работает с чиновниками, кто работает с крупным бизнесом, очень не хватает информации, и меня постоянно просят о том, чтобы я подключался к переговорам по той схеме, чтобы довести информацию и убедить либо какого-нибудь крупного чиновника, вот мне Люба Хлебникова периодически организует такие встречи, то с мэром, то с бывшим мэром, то с крупным бизнесменом, для того, чтобы рассказать и показать. И здесь я могу сказать, что Анатолий Дуарович предложил определенную схему сейчас работы, каким образом вы будете получать свое вознаграждение, даже если эти переговоры проводит кто-нибудь представитель из компании, и после этих переговоров инвестор инвестирует крупные суммы денег в компанию, и, соответственно, вы, чтобы не боялись, есть юридическая форма вашей защищенности, как вы свою рефералку, как вы свое вознаграждение получите обязательно в свой личный кабинет. Поэтому, если кто сталкивается, что необходимо проводить персональные консультации для крупных бизнесменов, не стесняйтесь, обращайтесь напрямую в компанию, обращайтесь к Алексею, обращайтесь ко мне, мы всегда чем можем, будем помогать. Я просто могу сказать, что только за эту неделю после проведения ряда консультаций несколько бизнесменов инвестировали более чем каждый по 50 тысяч долларов, и это действительно аргументация, которую надо проводить. Я согласен, что и вы, наверное, согласитесь, что и Алексей, и я, и при необходимости Виктор Бабурин может давать квалифицированные объяснения, но для тех инвесторов, кому это необходимо. Поэтому тоже имейте это в виду, если будут возникать такие вопросы, обращайтесь, будем с вами совместно отстраивать такие вещи. И дальше следите за расписанием вебинаров. Расписание вебинаров будет на сайте и в личном кабинете Skyway Invest Group. Расписание будет на сайте unitsky.com. Расписание вебинаров будет на компании RSV System. Поэтому следите, смотрите и подключайтесь к работе. Участвуйте в наших региональных конференциях, участвуйте в продвижении информации. Несите Skyway. И здесь я могу сказать, что кто будет оспаривать или кто будет говорить, что строй Skyway, спасай планету, это ерунда, я, друзья, ему просто не поверю. Значит, у этого человека какие-то другие цели, другие задачи, задумки в проекте. Я могу сказать, что когда был ролик о том, что такое спасай планету и что такое Skyway, я могу сказать, что Михаил Кириченко очень четко и доходчиво показал. Без того, что мы сегодня делаем, спасти планету невозможно. И Эко-технопарк это часть этой работы, адресные проекты, а как вот сегодня, видите, опять родилось на сегодняшнем вебинаре, РАПы, то есть мы их назвали региональные адресные проекты, а с легкой руки Алексея сейчас родилось реальные адресные проекты. Поэтому давайте их так и называть, РАП, то есть реальный региональный адресный проект. Так вот, это, друзья, тоже часть работы. И те проекты, которые сегодня запускаются по Москве уже через Министерство транспорта, где принимает участие лично Юницкий, это тоже часть построения Skyway и спасения планеты. И я могу сказать, что те проекты, которые сейчас подписываются в Австралии, и где до конца февраля мы уже увидим конкретные движения и конкретные бизнес-планы, а потом уже финансирование проектов, где тоже мы уже видим некую конкуренцию, когда один из крупных фондов американских предложил профинансировать адресные проекты в Австралии, австралы сказали, что нет, мы это будем действовать своими силами. И это, друзья, уже когда за проекты Skyway начинаются первые наметки конкуренции среди инвестиционными фондами. Это, друзья, то ли еще будет. Мы с вами очень много чего интересно увидим за 2016 год, за 2017 год, 2015 год был год становления Skyway, 2016 год мы уже с вами сказали, что это будет год Skyway, когда об этом узнают все и запустятся адресные проекты, а 2017 год это уже будет активное строительство, активное развитие. И это, друзья, не какие-то заоблачные планеты, не какие-то нескончаемые горизонты, это все, друзья, 2016 год вы видите проекты во многих городах, 2017 год это повсеместно будет шагать. И, друзья, каждый из вас может сказать, что я к этому приложил самое непосредственное участие, потому что это тот редкий случай, когда от каждого из вас, от нас, от каждого в нас вместе небольшой шаг может влиять на очень многое. И когда мы выходим на переговоры уже с министрами, с премьерами здесь в России, которые отмахивались... Сейчас, я закончу, подожди. Поэтому, друзья, я могу сказать, что Skyway развивается, Skyway двигается, мы к этому принимаем активное участие. «Строй Skyway, спасай планету» – это наш девиз, наша цель, то, к чему мы двигаемся, и то, что, друзья, мы с вами реализуем. Ну, а от вас каждого зависит то, что мы должны расти, должны приходить новые люди, должны приходить новые инвесторы, мы с вами должны строить экотехнопарк и развивать все проекты. Все, друзья, для тех, кто с нами будет 19 и в 20 часов надолго не прощаюсь, а со всеми остальными до следующей среды «Строй Skyway, спасай планету».